Здравствуйте! В эфире программа «От шабата до шабата». Меня зовут Михаил Рабинович. И прежде чем перейти к подведению итогов уходящей недели, я хочу поздравить всех наших телезрителей с праздником Суккот, праздником Кущи, Хаксамэах. О смыслах этого праздника мы сегодня еще поговорим, но сначала, как уже было сказано, подведем итоги недели. И начнем с безопасности. Ситуация на границе с сектором газа становится все более напряженной. На протяжении практически всей этой недели там не прекращались беспорядки, предпринимались прорывы границы, а в сторону Израиля вновь летели воздушные шары с горючей смесью. Причина эскалации традиционная – тяжелые экономические проблемы, решить которые власти сектора не в состоянии. Поступающие в сектор газосредства продолжают распределяться среди своих, а условия, обязательные для получения новых траншей, не выполняются. Я напомню, что в середине сентября стало известно, что один из главных спонсоров палестинского анклава, Катар, отказался финансировать закупки топлива для местной ТЭЦ. А кроме этого, в Газу не поступили 7 миллионов долларов на выплату зарплат. Более того, спецпредставитель Катара в Газе Мухаммад Алямади сообщил властям Хамаса, что Доха не всегда сможет вливать деньги в сектор, и необходимо искать постоянное и лучшее решение. И руководство Хамаса решило действовать традиционно – возобновить беспорядки на границе с Израилем, чтобы вынудить Иерусалим заняться поиском решения для финансирования сектора. На связи со студией наш военный корреспондент Сергей Гранкин. Сергей, добрый вечер. А что может сделать Израиль, чтобы вернуть спокойствие у южной границы? Или выход только один – силовой? Добрый вечер, Михаил. На самом деле, похоже, Израиль свой выбор уже сделал. В четверг, после того, как был открыт КПП РС, ситуация на границе заметно стабилизировалась. Был просто вопрос, кто первый сделает шаг навстречу или кто первый моргнет. Это уж как, собственно, это рассматривать, с какой стороны. Был замкнутый круг. Хамас требовал открыть КПП РС, после этого обещая прекратить марш возвращения и запуски воздушных шаров. Израиль требовал прекратить марш возвращения, обещая взамен открыть КПП РС. Но, в конце концов, всю минувшую неделю продолжались серьезные дипломатические контакты. С трех сторон давили и на Израиль, и на Хамас. Ну, во-первых, традиционный, самый понятный канал – это египетский. Египетские посредники разговаривали не раз и с Иерусалимом, и, разумеется, с представителями Хамаса в Газе. И еще один, в общем, тоже более-менее традиционный канал давления и передачи информации – это спецпосланник ООН Тор Весельман. Он во вторник еще в минувший уехал в Газу, в четверг вернулся, и вот в четверг уже был открыт КПП РС, и тоже вряд ли это можно считать случайным совпадением. И третий, в общем, необычный достаточно канал, ну, по крайней мере, вот в этой конфигурации – это израильско-катарские переговоры. Они прямые. Насколько нам известно, во вторник еще вечером или в среду утром в Дохе, это столица Катара, приземлился израильский бизнес-джет. Самолет, который вылетел из Тель-Авива, его на флай-радаре хорошо видно. Кто летел на этом самолете, мы не знаем. Очевидно, были какие-то представители израильской политической элиты, силовики наверняка, не первого звена, конечно, но, тем не менее, они тоже везли свои предложения, потому что в этом уравнении с Хамасом катарские миллионы, напомню, 17 миллионов, Хамас до сих пор недополучил, они, конечно, тоже играли свою роль. Ну и вот после всех этих переговоров, которые продолжались около двух суток, результат мы, в общем-то, увидели. Хамас продолжил маршевозвращение еще в среду, вечером были сражения около забора, взрывы, был тяжело раненый в районе Рафихаха, но при этом количество горячих точек чуть-чуть уменьшилось, было, соответственно, четыре в течение тех двух недель последних, на этот раз две основные горячие точки. Шары тоже летели, был пожар в лесу Берри, было еще несколько возгораний. Тем не менее, израильская артиллерия-авиация на эти провокации отвечать не стала. Ночью палестинцы, все 18 500 человек, имеющие право на работу в Израиле, получили смс-ки с предложением прийти на КПП ЭРС, прийти чуть пораньше, потому что ясно, что такое количество людей одномоментно пропустить довольно сложно. Ну, когда постоянно пускают рабочих, некоторые остаются ночевать в Израиле, некоторые возвращаются только в конце недели, поток не очень большой, то есть справляются с этим наши пограничники. На этот раз все 18 500 должны были явиться, уже где-то в три ночи там началась собираться очередь, где-то к 8-9 утра основную массу людей пропустили. Конечно, некоторые опоздали на работу, но я думаю, что подрядчики никак их за это наказывать не будут, всем очевидно, что сложная ситуация. Ну и дальше, в общем, это скорее тактический ход. Мы все понимаем, что начался СУКОТ, собственно, сейчас всех поздравляю уже с наступившим праздником. В связи с началом СУКОТа КПП, естественно, закрывается. Кроме того, они автоматом и так не работают по субботам. Соответственно, открыли КПП в четверг, в пятницу ЭРС работал только для тех палестинцев, которые решили вернуться в газу. И самый главный вопрос, откроется он завтра или послезавтра. Если КПП ЭРС откроется, то, в общем, этот виток противостояния можно считать уже законченным. Конечно, найдутся новые поводы, причины, будут новые провокации, в этом нет сомнений. Но с точки зрения вот этого конфликта экономического, Израиль сделал шаг назад, уступил, можно сказать. Хамас опять объявил свою победу. Шары почти не летят. Сто процентного результата, наверное, сразу за 2-3 дня добиться невозможно, просто потому что это отчасти стихийное такое событие. То есть Хамас его, конечно, провоцирует, поощряет, но потом в одну секунду сказать, все, стоп, не запускаем, просто невозможно, не получается даже у жесткого террористического режима. Поэтому шары, наверное, какое-то время еще будут лететь, и, наверное, какое-то время Израиль, если не будет серьезных последствий, будет полуприкрывать на это глаза. Остается важный вопрос. Катарских миллионов, и вот их Хамас имеет шансы не получить. Похоже, в ДОХе решили, что вот это прямое финансирование сектора газа не имеет смысла. К этому выводу, кстати, пришли все остальные спонсоры Хамаса уже давно. Имеет смысл вкладывать деньги в экономические проекты, имеет смысл поощрять какие-то собственные бизнесы внутри газа. В конце концов, вложить деньги в строительство очистительных сооружений или починить канализацию. Это тоже все имеет смысл, и это все скажется на уровне жизни в газе. А вот отдавать деньги Хамасу или людям, которые попали в список, составленный Хамасом, ну, наверное, действительно, это была не самая разумная тактика, хотя какое-то время в качестве рычага давления она неплохо работала. Ну, вот сейчас в Катаре решили, что пора менять правила игры. Собственно, вот уже наступает октябрь, и уже следующие 30 миллионов должны прийти. Предыдущие 17 еще не получены. Соответственно, долг Катара, который, конечно, никому в газе ничего не должен. Это была добровольная благотворительность такая. Но, тем не менее, долг Катара с точки зрения Хамаса растет. Поэтому можно ждать от исламистов новых провокаций для того, чтобы и эти их требования были выполнены. Ну, потому что, если один раз им пошли навстречу, то почему не сделать так, чтобы еще раз пошли навстречу. Так что провокации будут продолжаться. Но будем надеяться, что вот жеста добровольца страны Израиля, по крайней мере, на неделю Суккота, хватит для того, чтобы поддерживать тишину на нашей южной границе. Михаил. И еще одна громкая тема минувшей недели. Служба общей безопасности Шабак сообщила в минувшую среду о раскрытии иранской террористической ячейки, которая планировала не только теракт, но даже убийство министра нацбезопасности Тамара Бенгвира. Каковы подробности? Да, история банды проиранской, она интересна, конечно, не тем, что Иран вербует в Израиле шпионов, пытается сделать из них террористов, пытается получать через них информацию. Это история стара как мир. Тут интересна, собственно, схема работы, вот именно конкретно вот этой ячейки проиранской. Потому что обычно, как Иран вербовал своих сторонников, террористов, шпионов на территории Израиля? Было два пути. Это или израильтяне, израильские арабы, которые приезжали в Турцию, там активно действуют иранские эмиссары, это не секрет. И некоторые из них соглашались помочь за какую-то сумму, что-то сфотографировать, что-то сделать. Потом им объявляли, что они уже выполнили несколько заданий иранской разведки, и теперь, если не хотят идти в израильскую тюрьму, то обязаны работать и дальше за неплохое вознаграждение. И так, собственно, начиналась эта деятельность, которая, как правило, довольно быстро и заканчивается, потому что израильские спецслужбы тоже не лакомшиты и прекрасно понимают, кого нужно проверять, где нужно отслеживать контакты, есть киберразведка, есть просто сведения о перемещениях, отслеживания телефонов и так далее и тому подобное. Еще один способ тоже совершенно понятный, это иранские эмиссары, как правило, через Хизбалу, через интернет-сайты, сайты, расположенные в Сирии или в Ливане, вербовали палестинцев, тоже предлагали им разные интересные сделки, в частности, связанные с контрабандой, с контрабандной оружием. Мы знаем, что через Аорданию шло немало контрабанды, и на этом зарабатывали не только террористы, но и представители криминальных кланов, в том числе и в Израиле. Вот недавняя история, к фаркасам Элот, когда туда пришел настоящий иранский заряд, который был продан хамуле для того, чтобы подорвать другую хамулу, но, к счастью, это удалось остановить. В этот раз пять человек, трое из Самарии, двое из Хайфа, собственно, попались на удочку эмиссара из Аордании. Необычное место. Причем, три самарийских, вот этих палестинцев, они тоже выполняли функцию посредника, и каждый был следующим посредником. То есть, сумма до исполнителя практически не доходила. В конце концов, единственная операция, которую им удалось совершить, эмиссар Аорданский потребовал, в качестве подтверждения готовности группы к действиям, поджечь несколько машин в Хайфе. Ну и, соответственно, один из подельников, уже израильских, потребовал пять тысяч шекелей за каждую машину, требуемое получил, а своему напарнику отдал тысячу шекелей за машину. Было подожжено четыре машины, это было снято на видео, видео ушло в Аорданию, ну и, соответственно, стало главным, собственно, базой доказательной уже в израильском суде, ну потому что это опровергать невозможно. Все задержанные признались в своей деятельности. Планов, как всегда, было громадье, но все закончилось, как это часто бывает, на коррупции, на взаимном обмане, взаимных недовольствах. Еще в тюрьме они, не дай бог, встретятся, там тоже наверняка будут проявлять друг другу претензии, потому что каждый что-то отгрыз от этого иранского гранта, а в результате, к счастью для нас, не получилось ничего. Ну и спасибо, конечно, Шабаку и Масаду, которые отработали, как всегда, очень четко. Михаил? Сергей Гранкин, большое спасибо. Спасибо, до свидания. Сейчас немного рекламы и продолжим. В эфире программа «От шабата до шабата». Общественный конфликт вокруг юридической реформы выходит на новый виток. В минувший четверг Высший суд справедливости приступил к рассмотрению апелляций, поданных против Хока-Нефцарут, закона, который определяет механизм отстранения премьер-министра от должности. Речь идет о поправке к основному закону о правительстве, согласно которой поводом для смещения премьер-министра с должности могут быть лишь его физическая или психическая недееспособность. А чтобы решение об отставке вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали либо две трети кабинета министров, либо две трети КНЕСЭТа, 90 из 120 депутатов. Высший суд справедливости потребовал от правительства объяснений, почему этот закон не является персональным, и почему он не может быть введен в действие только при следующем правительстве. Слушания проходили в расширенном составе из 11 судей Верховного суда и транслировались в прямом эфире. Ко мне в студии присоединился политолог Арик Эльман. Арик, добрый вечер. Добрый вечер. Минувший четверг, когда Верховный суд как раз рассматривал апелляцию против закона об отстранении премьер-министра от власти, я слушал интервью министра культуры и спорта Микки Зора, который заявил буквально следующее. Если суд вынесет приемлемый для коалиции вердикт, то она будет этому вердикту следовать. Но если решение будет угрожать премьер-министру отставкой, то нет, поскольку Нетаньягу на посту премьера – это выбор большинства, и никакой суд отменить его не может. Кто прав в этой ситуации, и насколько вообще приемлемы подобные заявления из уст государственного чиновника? Ну, мы на самом деле в такой ситуации находимся, что вопросы следует себе задавать не юридического для начала характера, а практического. Отстранение Нетаньягу от власти, которого требуют истцы, из которых начал, естественно, Снежный ком, и привел к пересмотру в высшем суде справедливости закона о недееспособности. Успокоит страсти в обществе? Приведет к прекращению нынешнего общественного конфликта? Усилит в нем консенсус? Или, наоборот, выведет нас на новую орбиту внутреннего противостояния? Я думаю, ответ очевиден на данный момент. Вы в своем выступлении сказали, Михаил, что мы вышли на новый виток. Мы не вышли на новый виток, это виток тот же самый. Мы по той же орбите идем, только ускоряется скорость движения. Потому что главный здесь принципиальный вопрос, это, конечно же, где проходит полномочия высшего суда справедливости и где полномочия КНЕСТа. Конечно, все это нельзя не видеть в этом, так сказать, личный интерес объединения на Таньягу. И это одна из тех основ, на которых ИСЦИ требует этот закон отменить или, по крайней мере, как юридическое соведение правительства требует перенести его действия на следующий КНЕСТ, чтобы он напрямую не распространялся на Таньягу сегодня. Проблема только состоит в том, что сухой закон на стороне ответчиков, сухой закон на стороне правительства и КНЕСТа. И представители юридического совета КНЕСТа богатцы говорили о том, что никаких оснований для вмешательства в Верховное Судо нет. И КНЕСТ имеет право принимать такой закон. И более того, во всем, что касается полномочий юридического советника отстранять премьер-министра от должности, нет такого и не было никогда, потому что даже в протоколах заседаний правительства 1968 года по подготовке основного закона о правительстве, куда был вписан этот туманный пункт о недееспособности, было абсолютно понятно, что никто из его участников в этой дискуссии даже не думает о том, что юридический советник правительства, чиновник, назначенный по определенной процедуре тем же самым правительством, получит такую возможность отстранять премьера от должности. Что говорят те, кто хочет, чтобы это случилось? И сторонники более активной линии Высшего Суда Справедливости, мы видим, что здесь есть лично интерес на Таньягу. Мы видим, что этот закон призван решить конкретную специфическую проблему одного конкретного человека. Так быть не должно. И поэтому Высший Суд Справедливости должен какую-то коррективу осуществить. Помимо этого, есть принципиальный вопрос, который мы уже сталкивались во время дискуссии о принципе разумности. Имеет ли Высший Суд Справедливости вообще право вмешиваться в основные законы? Имеет ли он право исправлять эти законы? Имеет ли он право изменять волю Кнеста? Даже если она четко выражена. Адвокат, реверминистр Михаил Равелю, отвечая на вопрос о том, полномочен ли Богат с его точки зрения определить, что срок действия закона будет вслед со следующим Кнестом, сказал, что нет. Потому что нынешний Кнест, принимая это решение, абсолютно четко выразился в подготовке этого закона и в его обсуждении на комиссии Кнеста по законодательству. Потому что закон вступает в силу немедленно. На каком основании Высший Суд Справедливости решает, что это решение неправомощно? Поэтому здесь... То есть принятие персональных законов с точки зрения адвокатов Натаньягу, это нормально? Более того, они указывают на закон о сменном премьер-министре, который принимался, как мы знаем, два раза. Сначала под Натаньягу и Ганца, затем под... Это тоже поправка основного закона. Затем под Лапида и Беннета. И они говорят, что Верховный суд не счел, нужно вмешиваться в это. Несмотря на критику, несмотря на определенные замечания, Высший Суд Справедливости оставил этот закон в силе. Поэтому здесь есть серьезная принципиальная дилемма, которая наслаивается, как во всех элементах нашей юридической реформы, на проблему Натаньягу. И здесь можно быть объективным наблюдателем, я считаю. Можно говорить о принципиальной стороне дела. Но также можно понять и тех, с обоих сторон баррикады, которые говорят, что здесь речь идет о Натаньягу. Будет Натаньягу премьер-министром, останется он им. Или же юридическая совета правительства, назначенная прошлым правительством, получит возможность его отстранить по той или иной причине. Естественно, те, кто знает Натаньягу и считает его легитимным премьер-министром, этой возможности не хотят. А те, кто считает Натаньягу нелегитимным премьер-министром, в том числе и в связи с тем, что он является подсудимым по трем уголовным делам, конечно же, хотят, чтобы он был отстранен. он не очень сильно задумывается о последствиях. Так какие варианты развития событий возможны? Что может решить суд? Я думаю, что Высший суд справедливости, скорее всего, примет во внимание заверение юридической осадницы правительства, которое говорит о том, что вопрос об отстранении Натаньягу в связи с его возможными нарушениями соглашения о противоречии интересов его участия в работе над юридической реформой не стоит на повестке дня. То есть, возможно, другие санкции теоретически какие-то, но при этом она не собирается, как она утверждает, поднимать вообще вопрос об отстранении Натаньягу. Но проблема-то не решается только позицией юридической советницы. Есть ИСЦИ, которые уже обратились один раз и намерены обратиться немедленно, если этот закон будет изменен или отменен, с требованием отстранения Натаньягу. То есть, эта тема с повестки Высшего Суда справедливости не сойдет. Поэтому есть те, кто говорит, что если верховные судьи присваивают себе право писать закон, что называется, в момент вынесения своего приговора, а так это именно и будет, потому что они будут действовать на поле, где нет на данный момент прецедентов, то тогда они могут решить, на самом деле, принять соломоновое решение. С одной стороны, они скажут, что закон вступит в силу в будущем к Несте. Так снимается тема персонального закона. С другой стороны, они также определяют, что юридического советника правительства нет полномочий отстранять премьер-министра уже сейчас. Они не прописаны нигде. Они могут вернуться к принципу административной полномочности. То есть, выход есть. Чтобы и волки сыты были, и овцы целы. Да, известный нам принцип «все, что не запрещено, разрешено», который это для гражданина, а для власти в демократическом государстве, правовом государстве он действует наоборот. «Все, что не разрешено, запрещено». Нет разрешения юридическому советнику правительства отстранять или даже рекомендовать отстранить премьер-министра, значит, этого сделать нельзя. И если это и то, и другое будет записано в решении суда, понятно, что обе стороны могут чувствовать себя удовлетворенными. Верховный суд закрепил принцип права вмешательства в основные законы, сделал большой шаг вперед с точки зрения сторонников судебного активизма. С другой стороны, поставил своих противников перед непростым выбором. Проблема Натаниагу будет решена в пользу Натаниагу. Вы действительно хотите идти на конфликт с Верховным судом по принципиальным соображениям, поэтому вряд ли сам Натаниагу этого захочетесь. Он сейчас все время говорит о необходимости поиска консенсуса и успокоения общественных страстей. Так что я не удивлюсь, на самом деле, если судьи действительно выберут этот средний путь. Но также я не удивлюсь, если в нынешней атмосфере накаленных страстей и требований к суду со стороны как противников его вмешательства, так и сторонников его вмешательства, сделать что-то жесткое, занять позицию, определиться политически, они могут принять и более жесткое решение, ограничиться только вмешательством в закон о недееспособности, не дать конфеток, условно говоря, стороне премьер-министра, а это действительно может повлечь за собой возвращение всей этой темы в Кнессет и вот той чехраде, о которой вы говорили. На этой неделе много говорилось о сложных взаимоотношениях внутри оппозиции. Проблему эту выявил скандал, который произошел на Йом-Кипур. Я говорю о попытке сорвать молитву на площади Дизенгов. Насколько глубок этот раскол и как он может повлиять на дальнейшие действия оппозиции против юридической реформы? Ну, надо сказать, что... Давайте начнем с самого начала. Никаких активных действий оппозиция против юридической реформы не предпринимает. У нее нет большинства в Кнесте и нет баланса в Кнесте. Она выступает против, она затягивает процессы в комиссии Кнеста по законодательству, но главная роль в борьбе с юридической реформой предлежит улице, организаторам уличных протестов, тем, кто, в общем-то, создает вот эту атмосферу противостояния. И тем, кто говорит нынешней коалиции, вы, если хотите продвигаться с этим законом, мы готовы сделать все для того, чтобы вы не смогли управлять страной, говоря самым простым языком. Мы сделаем все во всех аспектах, экономика, армия, ваши молитвы на площадях, ваша спокойная жизнь дома, мы ничего вам этого не позволим. Оппозиция в данном случае, она скорее рычаг улицы в парламенте. И это одна из причин, по которых у нас до сих пор нет каких-то реальных переговоров о реальном компромиссе. Потому что улица их не хочет. Улица их не хочет, а позиция на сегодня нет там какого-то лидера, включая того же Бенни Ганса, который постоянно, в отличие, скажем, от Янера Лапида, который занимает более удаленную позицию относительно любых компромиссов. Ганс, он все время делает шаг вперед, два шага назад. То мы готовы, то Натани Агу, он такой человек, с которым никаких переговоров быть не может, верить ему нельзя. Отступаем назад, потом опять. Ганс, мы видели на этой неделе, что Ганс очень следит за опросами общественного мнения. Его реакция на события... Который, кстати, он теряет позиции. Последний опрос показал 28 монатов Натани Агу, 27 у Ганса. Ну, я думаю, что это комбинация реакции и на успешный визит Натани Агу в США, и на события судного дня, где очень многие, так сказать, израильтяне, сидящие на заборе, в кавычках, средний Израиль, им все происходящее не понравилось. Ну, а когда тебе все не нравится, то та сторона, которая больше кричит и устраивает беспорядки, и вообще выглядит как та, которая создает проблемы, она сразу вызывает негативные отношения безносительно. Правы были организаторы молитв, законно ли они действовали или нет. Поэтому Ганс сначала заклеймил организаторов молитв, а затем через 24 часа его позиция радикально поменялась. При этом надо сказать, что другие элементы оппозиции, такие как Виктор Либерман и Мирав Михаэль, они остались при своих, что называется. Они продолжают осуждать действия организаторов публичных молитв в судный день. Они продолжают говорить о том, что те, кто выступил против них, защищали израильскую демократию и либеральный образ жизни, потому что они ориентируются на другой электорат. И никто из них не планирует быть альтернативным премьер-министром. Мирав Михаэль вообще, так сказать, один редкое явление, такой политический зомби, который уже живет с ноября прошлого года, но пока еще партия Вода никак соберется, чтобы его похоронить. Поэтому она все время пытается занять такую позицию, которая позволила бы ей выжить на своем посту или хотя бы в израильской политике в целом. Виктор Либерман четко определил свой электорат, к которому он обращается. Лапиды Ганс, их положение сложнее. Они конкурируют между собой за возможность бросить вызов на Таньягу, если и когда будут следующие выборы. Если не будут в течение ближайшего года, досрочные, или даже если они состоятся через несколько лет, как положено по закону. Редко такое бывало в израильской истории, но бывало. Поэтому им нужно стремиться захватить израильский центр. А израильский центр, он свое мнение меняет время от времени. Он не всегда находится в одной и той же позиции. Израильский центр, и это мы видим, на самом деле, явление под названием Бенни Ганс, который с началом борьбы фактически вокруг юридической реформы вдруг стал лидером опросов. Свидетельствует о том, что израильский центр хочет какого-то компромисса. Он хочет, чтобы все договорились. Он хочет, чтобы это все закончилось примирением. Чтобы вернуться к какой-то рациональной повестке дня. Он устал. Возможно, может быть, если нам очень повезет, то мы на зимней сессии увидим, как лидеры оппозиции попытаются перехватить инициативу улицы и бросить вызов коалиции, выдвинув какие-то конкретные пакеты предложений, в которых будет некий дух компромисса. Не полагаться больше на герцога, а сказать, на что они согласны. Но, с другой стороны, поскольку мы знаем, что ультра-арациональные партии с огромным интересом ждут наступления зимней сессии, особенно Ицхак Гольфов, который хочет очень представить закон о непризыве. О непризыве, да. А это, в свою очередь, вызовет бурную реакцию улицы. Причем, я предполагаю, далеко не всех тех, которые, не только те, кто против юридической реформы в целом будут протестовать против этого специфического закона. И мы слышим из коалиции голоса о том, что то, чего хочет Гольфов, как минимум, это абсолютно невозможно, аморально не пройдет никогда. Поэтому вполне возможно, что нас ждет, наоборот, обострение, а не попытка достичь компромиссов. А не поиски компромиссов. Арик Эльман, большое спасибо. Спасибо вам. Сейчас немного рекламы и продолжим. Вы смотрите программу «От шабата до шабата». Самый важный из еврейских праздников – Йом-Кипур, судный день, который мы отмечали в начале этой недели, был отмечен не только десятками травм на пустых шоссе и сотнями пострадавших от обезвоживания, но и громким скандалом, который произошел в Тель-Авиве. Противники юридической реформы, активисты борьбы за светский образ жизни попытались сорвать публичные молитвы на тель-авивских площадях Дизингов и Кикара-Медина. Они обвинили организаторов этих молитв в нарушении судебных постановлений, которые запрещают раздельную молитву мужчин и женщин в общественном пространстве. Министр Итамар Бенгвир и Бецарель Смотрич заявили, что участники этих протестов ненавидят иудаизм. А лидер оппозиции Яйр Лапид и глава гослагеря Бенни Ганс, в свою очередь, обвинили в случившемся премьер-министра Нетаниягу, который, по их словам, разжигает ненависть в обществе. При этом Бенгвиру скандала в Йом-Кипур показалось недостаточным. И он объявил о том, что в четверг, в преддверии праздника Суккот, в центре Тель-Авива вновь состоится массовая молитва, молитва протеста. Правда, уже на следующий день, после того, как даже товарищи Бенгвира по блоку «Религиозный сионизм» назвали его инициативу провокацией, глава еврейской мощи сменил гнев на милость и объявил об отмене массовой молитвы. Ко мне в студии присоединился глава реформистской общины Даниэль Вьяфу, Равин, Бенни Минич. Бенни, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько мне известно, реформистская община, и вы, в частности, поддерживаете протесты против юридической реформы. А как бы вы прокомментировали выступления противников юридической реформы во время молитвы на Йом-Кипур в Тель-Авиве? Ну, как говорится, все сложно. It's complicated, да. Потому что, с одной стороны, и наша молитва в Яфу удостоилась нескольких звоночков от велосипедистов неарабского вида. Мне сказали, может, вас местные жители как-то... Нет, выглядели совершенно евреями. Их просто не устроило, что вот молятся на площади даже без перегородки. Мы молимся без перегородок. Да. Вот. Поэтому, конечно, мне кажется, что это... То есть были люди, которые были возмущены самим фактом молитвы... Самим фактом молитвы на площади, да. В общественном пространстве, да. Безусловно, в этом плане все зашло слишком далеко. С одной стороны, реформистское движение официально поддерживает протесты и сопротивляется инициативам правительства, в первую очередь, конечно же, в сфере религии государства, но и в сфере изменения демократического характера на иной демократической, да, не станем спорить, да, но изменения равновесия между ветвями власти. И постоянно есть наши представители и накапланы, и каждый муцей, шаббат, каждый исход субботы начинается с Авдалы, да, с церемонии отделения субботы от будней, которые делают наши раввины. Но при этом, конечно, то, что произошло в Йом-Кипур, это проблема, которая исходит из обеих сторон. Ведь даже, будем откровенными... Сказать однозначно, это неприемлемо. Вы можете? Неприемлемо брать закон в свои руки, да, и то, что суд запретил устанавливать перегородку, это решение суда, организаторы должны были его уважать, и воплощать этот запрет в жизнь должны были инспектора муниципалитета Тель-Авива-Яфу, да, и полиция, которые почему-то самоустранились, и поэтому на них тоже лежит часть ответственности за произошедшее. При этом, будем откровенными, еврейский закон Галаха не требует установления перегородки в публичном пространстве, да, перегородка требуется в синагоге, внутри помещения, а когда мы говорим о площади, безусловно, мужчины могут встать отдельно, женщины отдельно, и перегородки не требуется. Перегородка стала символом, она стала символом давным-давно, да, она стала символом, когда разошлись ортодоксы и консерваторы в Америке более 80 лет назад, когда консерваторы убрали перегородку в своих синагогах, да, и сейчас тоже для организаторов этой молитвы вот эти вот флаги израильские, которые они повесили, это, ну, такой, я всегда, почему-то так случилось, что я всегда думаю, да простит меня мой друг отец Давид Нойхаус, глава иезуитского ордена в Израиле, но по-русски это говорят иезуитство, да, мы повесим флаги, что вам не нравятся флаги, мы повесим их на весу, а суд сказал, что нельзя устанавливать перегородку на земле, да, то есть это такая изощренная попытка ткнуть пальцем в глаз, ну, вот, поэтому, конечно же, с одной стороны, неприемлемо брать закон в свои руки, но в конкретной ситуации виноваты все. Многие ультрарелигиозные политики просто оставили этот случай без комментариев, потому что, по их мнению, молиться в Амкипур нужно в синагоге, а не на площади, желательно в Бнеебраке или Иерусалиме, но не в Тель-Авиве. А как реформистское общение вообще подходит к разному роду ритуалам иудейским? На самом деле, они совершенно правы. В Тель-Авиве зарегистрировано 500 ортодоксальных синагог, из них 100-150, а по некоторым данным даже до 200, пустуют в течение года. Безусловно, я понимаю, как человек, который руководит общиной, которая не финансируется государством, это очень сложно возрождать заброшенную синагогу, да, но, тем не менее, мне кажется, предпочтительнее возрождать в Йом-Кипур, когда очень много израильтян приходят молиться, возрождать местные синагоги, районные, которые находятся возле дома, а не собирать всех на площадь, да. С другой стороны, мы вышли, например, молиться на площадь, потому что тот зал, в котором мы молились в этом году, он вмещает до 100 человек, а на завершающую молитву в конце Йом-Кипура к нам пришло 200, да, и когда мы поняли, что, в общем, скоро либо стены сломаются, либо люди просто повернутся, уйдут, и Йом-Кипур для них будет потерян безвозвратно, мы вышли на площадь и продолжили молитву на площади, да, ничего не было организовано, да, просто вышли. И это сделали. Я считаю, что демократическое государство может пережить молитву на площади в публичном пространстве, точно так же, как мы видим публичные молитвы, да, в праздник жертвоприношения, и Далядха в после месяца паломничества мусульман, точно так же, как мы видим шествие в Великую Субботу православную перед Пасхой на снисхождение благодатного огня, да, ведь это действие, оно не все происходит в храме Гроба Господней. Я уверен, что как демократическое либеральное общество мы можем пережить как демонстрации, так и молитвы в публичном пространстве. Давайте перейдем к главному вопросу сегодняшнего дня. Накануне вечером евреи начали отмечать праздник Суккот. История этого праздника, его главные смыслы? О, я очень люблю праздник Суккот, во-первых, потому что это возможность действительно выйти на улицу, да, собственно, идея, да, праздника Суккот, это построить шалаш, выйти из дома, выйти за рамки своего будничного существования. Но второе, что мне очень нравится в празднике Суккот, что Суккот — это праздник о будущем, да, Суккот — это праздник о будущем, о том, что будет потом. Да, несмотря на то, что традиция говорит, что там Сука, шалаш напоминает нам об облаках славы, которые покрывали еврейский народ во время хождения по пустыне, я скорее думаю о том, что вот из трех праздников паломничества, да, Песох, он напоминает об исходе из Египта конкретно, да, вот этой ночью произошла казнь первенцев, да, евреи вышли из Египта. Праздник Шивот напоминает о даровании Торы, да, тоже конкретное, историческое, неважно, мифологическое, мифологическое событие, которое произошло. О чем конкретно напоминает Суккот? Нет конкретного, да, мы говорим «Зехар лицет Митцраем», память об исходе из Египта, но нет конкретики, да, то есть непонятно, что именно там произошло, и нам помогает в этом плане то, что принято в субботу, который выпадает на праздник Суккота, в этом году суббота выпадает на его первый день, читается в синагогах Хафтара, отрывок из книг пророков, читается Хафтара из книги пророка Ихизкеля о войне Гога и страны Магогу, да, и мы сейчас отложим в сторону, что это, да, там, апокалипсис и так далее, и войны и конец света. Первое, видение Гога и Змагога, пророка Ихизкеля, это один из двух, одно из двух видений пророческих, которые говорят о том, как мы представляем себе, что будет в конце времен, да, второе, это видение пророка Исаии, которое гораздо более оптимистичное, да, вот говорю я вам, в конце времен, гора Дома Господа станет во главе вся гор, и придут на нее все народы, и будут учиться Торе у еврейского народа, потому что Тора исходит из Сиона, из Иерусалима, да. Но в целом это, в общем, такая попытка посмотреть, а что же мы видим дальше. Мне кажется, это, кстати, очень актуально, если мы говорим про происходящее в Израиле, да, если мы на секунду поднимаем голову, да, вот конфликт на Юмкипур, вот демонстрации, вот, да, там, Биби поехал в Нью-Йорк, нужно что-то сделать, да, нужно, в общем, посмотреть, а что мы видим не завтра, а даже послезавтра, как мы видим страну, в которой мы живем, мир, в которой мы живем, в которой мы живем, в следующем году, через год, через 10 лет, как мы, как я могу, как простой человек из народа повести себя для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы мир выглядел лучше. И в этом плане, суккот, это действительно об этом. Я выхожу, я строю шалаш из подручных средств, да, вторая заповедь праздника, это четыре вида растений, которые мы собираемся, да, тоже все растительное, да, то есть есть в этом даже какой-то, какой-то экологичный момент, да, о том... Праздник урожая, да. И праздник урожая, и как мы, в общем, как мы живем без пластика, грубо говоря, да, то есть как мы выстраиваем нашу жизнь и с этим миром тоже, и как мы хотим продолжить жить для того, чтобы мир, который мы оставим нашим детям, был лучше, чем когда мы приняли его. Сейчас на фоне глубочайшего раскола в израильском обществе многие любят проводить параллели с другими периодами еврейской истории. А с вашей точки зрения, на что похоже то, что мы сейчас переживаем? На какие моменты наши богаты истории? Ну, конечно же, за основу стоит взять, я считаю, что наше существование в Израиле сегодня, оно уникально в том плане, что мы находимся в реальности еврейского большинства и еврейского суверенитета. Да, я вот буквально пару дней назад переписывался с раввином крупнейшей реформистской синагоги в Нью-Йорке, Central Synagogue, раввином Энджелы Бугдаль. Я прослушал ее проповедь на Йом-Кипур, они выложили ее как подкаст, и я ее прослушал. И мы говорили о смешанных браках. Не будем, наверное, развивать эту тему в эту сторону. Да, но говорили о том, что когда в Америке в условиях еврейского меньшинства есть опасность ассимиляции и так далее, в Израиле в условиях еврейского большинства все гораздо иначе, да, не так, как там. И мне кажется, что исторические параллели стоит искать с предыдущими периодами еврейского суверенитета и еврейского большинства. И, к сожалению, то, что напоминает мне происходящее сегодня, это либо события, которые предшествовали событиям Хануки, когда евреи передрались между собой из-за того, кто будет первосвященником, да, и первосвященника Хонио выгнали, а первосвященника Менелая поставили за взятку и так далее. А потом настолько все было плохо, да, что пришел Антиох, которого принято ненавидеть и говорить, что вот он такой злодей. Да, но пришел Антиох и сказал, вы тут сами не справляетесь, сейчас мы вам все устроим, у вас все проблемы от религии, сейчас мы вам поставим Зевса, и все у вас будет хорошо, да. И тогда, в общем, еврейские радикалы начали восстание, и вроде победили, вроде не победили, но, в общем, все закрутилось, да. Много людей умерло, да. Второй вариант – это преддверие Иудейской войны, 67-й год нашей эры, конец нашей государственности, да, в итоге которой часть сбежали и выжили, часть остались и погибли, часть убежали за Иордан и ассимилировались, храм был разрушен, и независимость была потеряна до 1948 года, да. К сожалению, все возможности, которые у меня есть с проведением параллелей, они пессимистичны, что не соответствует моему характеру, но у меня других нет. Давайте хотя бы на время Суккота будем оптимистичны, а дальше посмотрим. Нет, наверное, есть один оптимистичный момент, который я могу представить. Есть еще историческая параллель, которая у меня есть, это 1948 год, когда еврейское общество тоже слегка расколото, и есть все еще вот эти вот формирования, да, есть Агана, которая уже присоединяется к армии обороны Израиля, есть Эцель, есть Лехи, есть этот корабль Аль-Толена, который по приказу Бен-Гуриона топят, и есть Минахим Бегин, который говорит, да, гражданской войны, войны, братоубийственной не будет, да, это да, оптимистичный сценарий, это может быть что-то, что если найдется у нас лидер в стране, который скажет, братоубийственной войны не будет, тогда, может быть, все закончится хорошо. Не может быть, а наверняка. Все закончится хорошо. Равин Бенеминич, большое спасибо и с праздником. И вас тоже с праздником. Хакцамея. Мы продолжим сразу после рекламы. В эфире программа «От шабата до шабата». На этой неделе, после завершения судного дня, Йом-Кипур, в Израиле отмечали печальный юбилей. 50-ю годовщину войны судного дня. Самого тяжелого и самого болезненного военного конфликта в новейшей истории Израиля. Война судного дня оказала на израильское общество огромное влияние, став символом национальной трагедии. После нападения армии Египта и Сирии, что было неожиданностью лишь потому, что израильское руководство не придавало значения разведданным о подготовке Дамаска и Каира к войне, в течение всего 19 дней погибли около 3 тысяч израильтян. Более 10 тысяч получили ранения и сотни попали в плен. И хотя эта война завершилась победой Израиля, ни египетская, ни сирийская армия не были разгромлены окончательно. А через 4 месяца после окончания этой войны в Израиле начались антиправительственные акции протеста, что привело к созданию комиссии, которая приступила к расследованию причин неудач в начале войны и общей неготовности государства к этому конфликту. Возглавил комиссию председатель Верховного суда Шимон Агранат. По итогам работы этой комиссии было рекомендовано отстранить от должности и начальника генштаба армии Давида Элазара, и главу военной разведки Аман Элизаиру, и его заместителя Ария Шалева, и многих других. Однако общественность эти увольнения не успокоили, и требования отстранить от должности и политических руководителей звучали все громче. В итоге, через полгода после войны судного дня премьер-министр Голда Мейер ушла в отставку, а за ней последовал и весь кабинет министров. На связи со студией профессор Барыланского университета Зеев Ханин. Зеев, добрый вечер. Добрый вечер. С вашей точки зрения, каков главный урок войны судного дня? Что должен был вынести Израиль из этой трагедии? Надо сказать, на эту тему написаны груда литературы. Военные историки, социологи, политологи, психологи. Кто только этой темой не занимался. Есть исследование о том, что, например, скажем, одна из моих докторанток написала диссертацию на тему Морешет Кишалон, то есть то, что называется наследие провала или наследие поражения. Как раз о войне судного дня. При этом в мировой литературе... Она, конечно, изучала не реальные факты, потому что с объективной точки зрения Израиль в этой войне победил. А вот тот нарратив, то ощущение, так сказать, поражения, которое на самом деле было победой, но вот совсем не такой, как от своей армии ожидало израильское общество. Все ведь сравнивали с войной судного... Простите, с шестидневной войной, где в течение шести дней армии пяти арабских стран были на голову разгромлены. И, в общем, Израиль закончил войну там, где, скажем так, где армии дали победить. Если бы ее не остановили, израильтяне могли бы, вероятно, пойти и дальше. В конечном итоге ровно то же самое можно было бы сказать в отношении войны судного дня. Война закончилась на подступах к Дамаску и где-то не так уж далеко от Александрии, собственно, от континентального Египта. Но в конечном итоге, именно в таком смысле, в памяти, нашей национальной памяти, в коллективном дискурсе самосознания израильтян и самосознания израильтян возникло ощущение, что военное и политическое руководство Израиля в тот момент, оно недооценило противника, переоценило собственные силы. И самое главное в этой ситуации, это был большой урок, о том, что в Израиле нужно, так же, как в государственном управлении, необходимо разделение ветвей власти, так и в процессе планирования и процессе принятия решений, о том, что касается национальной безопасности, нужно то, что называется второе и третье мнение о том, что должны быть различные профессиональные структуры, не только политические, которые представляли бы разные, независимо предоставляли бы разные оценки ситуации, уж политическое руководство, с учетом, разумеется, профессионального мнения военных, принимало бы в этом смысле решение. Это, так сказать, первый урок. Второе, это даже не столько урок, сколько следствие, но одновременно и урок. Для того, чтобы заключить мир на Ближнем Востоке, говорит этот урок, нужно победить в войне. Именно война судного дня показала, что даже, если арабские армии начинают военные действия с наиболее удобной для них позиции и в ситуации, которая, казалось бы, им благоприятствует все, и внезапность, была ли она или нет, военные историки спорят. И значительный численный перевес и поддержка всего арабского мира, исламского мира, движения неприсоединения, поддержка мощного Советского Союза, второй супердержавы, бесперебойные поставки вооружения и так далее. И даже в этих условиях, что сирийцы и египтяне были уже на израильской территории почти, так сказать, практически, контролируемым Израилем, и тем не менее, война закончилась на подступах к континентальному Египту и на подступах к Дамаску. Это говорит о том, что урок, в общем-то, извлекли им арабские столицы. Это то, что военным путем Израиль де-факто победить нельзя, что он всерьез и надолго, и поэтому с Израилем, или, наверное, можно сказать, навсегда, и поэтому с Израилем нужно договариваться. А для израильтян это был ответ на то, что даже в условиях самого благоприятной модели, выстраиванием взаимоотношений с нашими бывшими противниками, которые готовы стать партнерами по нормализации и мирным соглашениям, их сначала нужно победить. Ну и третий момент, и очень важный момент. Как говорил Генри Киссинджер, у Израиля нет внешней политики, есть только внутреннее. Военно-политическому руководству, то есть гражданским политикам и военным политикам нужно учитывать настроение общественного мнения. Израиль не может победить без того, что называется хосен леуми, национальная устойчивость. А значительную часть национальной устойчивости формирует наша коллективная общественная солидарность. Когда израильтяне понимают, что, во-первых, за спиной их родные дома, это само собой, это понятно, и противник готов становиться не ранее, чем полоса прибоя Средиземного моря, за которое они, в общем-то, собираются сбросить в море, выбросить израильских евреев и неевреев тоже. С евреев начинают и ими не заканчивают. Но при этом мобилизация вот этой вот самой коллективной солидарности, это тот сюжет, который заставляет израильское руководство правое или левое, светское или религиозное, центристское или, так сказать, сконцентрированное на той или иной идеологической доктрине без этого всего, без того, чтобы любой премьер-министр был премьер-министром всех, а не только тех, кто его избрал. И, как бы так сказать, любое израильское правительство понимало, что общественные интересы должны приниматься во внимание, и это тоже есть основа израильской коллективной солидарности, вот это тоже некоторый очень важный момент, очень важный урок, который, надо сказать, израильский политический класс, как и военное руководство, из этой истории извлекла. Я думаю, что уроки мы извлекаем, но не всегда ими пользуемся. И если уж мы говорим в 50-летии войны судного дня, сейчас, когда в стране происходит то, что происходит, возможно, все это знают, но не все помнят. Возможно, эти уроки имеют смысл вспомнить. А как изменилось еврейское государство после войны судного дня? Какие процессы активизировались? Что стало иначе? Ну, прежде всего, после войны судного дня прошли выборы. Это тоже показательно. Тогда же в 73-м году выборы не отменили, их отложили на два месяца. И война судного дня сильно подорвала авторитет тогдашнего старого традиционного израильского истеблишмента. Когда говорят о том, что вот типа у нас сейчас в стране новые элиты борются со старыми элитами, так вот старые элиты уступили значительную часть своей власти и влияние еще в 1973 году, когда война судного дня закончилась примерно тогда. А вот новые элиты, прежде всего, так называемый второй Израиль, то есть выходцы из стран Востока, они в тот момент получили, осознали степень своего влияния. В 73-м году партия труда все еще победила, но на следующих выборах с 77-го года произошел электоральный переворот. И квази-многопартийная или полуконкурентная израильская политическая система превратилась в конкурентную и двухпартийную или точнее двухблоковую именно тогда. Именно благодаря тому, что второй Израиль, который поддерживал в основном Мапай, Авода, умеренно левых сионистов, не столько даже поддерживая их идеологию, сколько голосовали за них как за символ власти непосредственно, или партии-спутники, которые тогда там создавались в сифардском, да и в арабском секторе, поддерживавших партию власти. Но за прошедшие годы, за годы, которые прошли, так сказать, с конца 50-х и вот до начала 70-х годов, эти слои общества поднялись, появился свой собственный средний класс, свой бизнес и так далее, уже непосредственно прямо от государственного, профсоюзного сектора. Новые слои израильского общества не зависели, но продолжали, зависели меньше, но продолжали поддерживать партию власти, исходя из того, что-что о безопасности она в состоянии обеспечить. И вот этот итоги войны судного дня, победа, которая далась столь дорогой ценой, она в конечном итоге показала, что по большому счету, скажем так, условно говоря, в стране может быть правительство, руководителем которого может не носить имя Бен-Гурева, условно говоря, или Голда-Мея. Нечто подобное мы видели там полтора-два года назад, но это уже, так сказать, другая история. С тех пор это вполне утвердилось в самосознании израильтян, что как бы не был хорош государственный лидер, но, как бы так сказать, он сменяем, и небо не падает на землю. Так или иначе, и мы, так сказать, с тех пор мы можем говорить о том, что не только наша политическая система стала конкурентной и двухблоковой, которая в начале 90-х сменилась безбрежной многопартийностью, и КНЕС выглядит так, как он выглядит, крайне редко какая-нибудь партия имеет больше четверти из его состава. Это означает, что она в любом варианте развития, при любом варианте развития событий становится меньшинством в любой коалиции, хоть узкой, хоть широкой. И поэтому должна договариваться с коалиционными партнерами. И не только. Да, и теми, которые формально в правительство не входят, но вот по целому ряду критически важных для общества вопросов. И это тоже, можем сказать, одно из наследия тех пониманий, которые израильское общество уроков, которые нас влекло из событий, спровоцированных, стимулированных войной Судного дня. Ну и, наконец, последнее. Мы понимаем после этой войны, если мы уж говорим о большой политике, что Израиль, конечно же, должен всегда полагаться на свои силы. Но очень не повредит, если любой момент времени нашим стратегическим партнерам будет хотя бы одна из великих держав. И поэтому с тех пор как-то так сложилось, что внутренняя политика Израиля – это не совсем наше частное дело. Но это цена вопроса, как говорится. Следующий толчок были возможности реформ, открытие рынков, которое завершилось не до конца, перспективе превращения Израиля в страну высоких технологий и так далее и тому подобное. Ну и вообще, грустно об этом говорить, но обычный толчок технологическому перевооружению в этой стране всегда дают войны. Будем надеяться, что вот этой традиции мы сможем отказаться вполне спокойно. Профессор Зайвханин, большое спасибо. Благодарю вас. Сейчас немного рекламы, после чего одна хорошая и очень долгожданная новость, которая пришла на минувшую неделю. В эфире программа «От шабата до шабата». Соединенные Штаты Америки в минувшую среду официально объявили об отмене виз для израильтян. Таким образом, Израиль стал 41-м государством, граждане которого могут въезжать на территорию США без предварительного получения въездных виз. Ожидается, что данное решение вступит в силу в середине ноября. Стоит также отметить, что безвизовый режим будет распространяться только на обладателей биометрических паспортов. И на этом программа «От шабата до шабата» подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, будьте здоровы и еще раз с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok